ну вот у нас кто вот что он спирит последний пик с лордом увидел спорта от нави забыли уже этого и балансного героя ой шторм это чё смесь рейдена не знаю с кем смесь рейдена с кем-то так же этот скайс это же эти как их там малазийцы что ли цифер это эти сингапур ась ой лишь рак то у нас тут еще козел я бы постеснялся на его месте я бы сказал давайте без фотографий я бы на его месте не ставил бы аватарку вконтакте то есть видите сейчас звездный состав нами по моему мнению это единственная команда европы которая может может составить хоть какую-нибудь конкуренцию азиатам по крайней мере в варка в доте и состав то есть арт стайл которому дарер что-то проплатил платформа дарер хвост также из украины попей климент иванов из эстонии dandy и light of heaven россиянин который тащит которого называют индиго дота 2 чемпион шип надеяться что это не баговая заставка а просто идет загрузка ну да хихи у нас известный самый из цифр да так 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 всякие штуки полетели ой да ладно это чё такое а где меня все пропало у меня табличка вот это тупая ну короче народ если будут лаги то мы просто отрубить задолбал наверное нас и вас а я сейчас отойду на две минутки ну нормально просто пустой экран так что и сказать даже ничего не могу ждем вадима у него не поможет чем там расскажет что происходит вообще игра может уж началась Отлично. Тут уже пошло ФБ. По-моему, Дэнди встрел. Сейчас. Загрузится может. Вот, забирают у нас виномансера. Хвост забирает, набирает. Отлично, ФБ уже было. Ох, Вадим у нас пропустил все самое интересное. Че, че, че. Он вам ведь показал. Какая? Какая? Минута какая? Как? 2-0 уже по счету. 2-0, Нави тачит. Ну, я, в принципе, и был уверен. Там Форион, наверное, приковал, да? Приковал, ну да. Ну, Форион там окружил, там туда приковал. Лавиндранерка, это имба-связка. Вот я видел, когда уже там добивали виномансера. Хвост на какой-то странной женщине, наверное, Этамирана, да. Опять солдат из Старварса, он же... Слушай, это, знаешь, на каком-то динозавре, а не на тигре, девушка. Попей Чен, артстайл на Слардаре. Он любит такую грубую силу силовиков-дамагеров, то есть Свена, Балонара. Вот еще и Слардар. Да, он, кстати, что-то соло. Ну, Лост, ну, во-первых, у них Чен, который фармит в лесах. Во-вторых, ждущий удобного момента Форион, который куда-нибудь... Я не пойму просто, что Слардар соло против Креплы. Ну, он не соло, сейчас к нему будут лесники приходить. Вот с Кентавром придет Слардар, Лост, что-нибудь. А, вот, там идут Пупей на Тигре. О, Light of Heaven. Кто он? А, кто у нас? Лайтов Хиван на этом, на пропете, на Фарионе. Такой мужик вообще. С посохом. Капитан Америка какой-то, реально. Ну, Пупей, как вы знаете, хорошо играет на Чене. Ему хватает контроля для того, чтобы управляться его с клинаниями. Поэтому именно его он и выбрал. Так, хвостайтесь, отправили. Сейчас сколько времени? Минут пятьдесят один, два, три, пятьдесят три, пятьдесят четыре. Сейчас попытаюсь тебя догнать. Ну, вот он, как обычно, у нас отстает. Да, Виномайсер какой-то вообще зеленый, некрасивый. А, просто так много полигонов на Тигре, Миран. Страшно. А, подожди, а как ты можешь вообще так быстро? У меня вот, например, минута, ой, две, две ноль восемь, десять. У меня четырнадцать, пятнадцать. Ну, блин, тормозишь ты, что я могу сказать? Ну, я просто с машиной времени смотрю из будущего стрима. Так, спрятанный СВН бежит гангать Дендика. Дендик на аппарейшнете, он ничего не прочувствовал. Почувствовал, и поэтому сейчас ляжет. Непонятно, почему Денди... Ну, то есть, надо было понять, что Шторм не зря идет в агрессию. Шторм слабее на лайне вначале, чем аппарейшн. И если он идет вплотную в агрессию, значит, что-то неладно. Значит, что-то гангает. И непонятно, почему Денди не отошел. Это фейл, причем чисто его ошибка. А не плюс этого странного СВНа. С большими ушами. Здесь Слардар гонит Хуху. Хуху на лишь ракея. Хуху не попадает станом, значит, он будет бесполезен. Отличный стан от Артстайл. Но Артстайл очень мало ХП, он на последних ХП уходит. Ну, ускорение позволило. Что-то как-то, что-то стан какой-то странный был. Ох, убил. Молодец. Да, убил и угожал. Панда, этот Шторм Панда какая-то вообще нереально маленькая. Гейм из паузы. Чувствую, мы скоро отсюда свалим кушать наконец. Наконец. Ну, сейчас, да. И даже без предупреждения нам показали на виды и запаузили. 37 тысяч комментов, да, именно, скоро 38. Я рад, что вы так активно общаетесь на геймзете. Потому что раньше на сайте была молчанка. И я просил знакомых ВКонтакте, напишите, пожалуйста, что-нибудь на геймзете. Вадим Ливер и Нуб. Да, реально, топ-3. Конквистадоров. Вы же видели, народ. Вот как можно просить меня ссылку на конквистадоров, если увидели, как я сам их загуглил? Ну, это, по-моему, какая-то вопиющая лень просто. Вадим позорнулся, ну, на датах и в датах я не селён, но зато я могу очень долго рассказывать о всяких вещах, связанных со спорией. Вообще о любых вещах вам очень долго рассказывали. Ну, да. Неважно, нравится вам это или нет. Что за игра? Название Конквистадор. Киньте ссылку на народ, ну, что-то вы как-то... Так вот, Конквистадор онлайн, зарегтись и всё нормально. Google вам поможет, джанглспид могу подогнать. А, ну, наверное, просто... О, вот, он паузу. Отлично. Спасибо, Рома Боровски, но они, естественно, сами предоставят мне игру, чтобы я записал видео, но я вряд ли за это возьмусь. X, Y, это... Какое-то вообще неприличное слово получается. Какое? X, Y. Виндранерка. Ну, это же тоже знаменитый какой-то их игрок, я помню ещё со старых водах. Так, опа, что это за козёл в жилетке? Это савины медведи или кто? А, это тролль, наверное, да? Чего попеет за животное? Не знаю, так, пускай щелкнуть. Ну, это билткин. Какой-то козёл в жилетке, реально, ну... Как? Ну, чё здесь? Арстайл терпит. Так, здесь пришёл лост, отличный ганг от него. Патма прыгает, кидает звёздочки и минус. Ну, то есть... О, по-змея-то скрыла, конечно, вообще кривовато было. А кто, кстати, на... А, хвост. Ну, не знаю, я знаю, что Денти любит забивать голы Мирана и между двух героев хвост. Не знаю, сколько хорошие Мирана. Ну, просто он хотел закрыть путь. Так, отличный станц от Артстайла. И Ху ловит. Не хватает, конечно, там ещё одной буквы. У него в нике он её заменил, тире. Ну, всё-таки цензура, круто очень. Да, ну, молодцы, они, конечно, ребята, вообще. Не, ну, роуминг этот, естественно, по всей карте летает. Ну, лост там подформил пока. Чё там, по-моему, 13 мобов у Шторма. Мало, да. Да, да, это, в общем, 18 у Виномайсера. Маловато, маловато. Ну, не китай. У этих поменьше, конечно, Уордстайла. 14 у них по киллам. У него там 2 кила, по-моему. Так, здесь змейк понаоставил наш Виномайсер. Ну, всё равно я остаём противных. Вот, а сделать пока ещё ничего не могу. Лишрак. Да, Лишрак, Свен и Виндрайнер. Какая-то интересная линия в 3 стана, но почему-то они не по очереди используются в 3 станы. Да, как-то вообще ещё и сливаются. Да, это же жесть. Вот если представить. Соло селёдки, прикинь. 3 стана на одной линии, да, и селёдка в соло убивает. Это какой-то вообще маразм. Я не знаю, что изменено в этой доте 2. Денди 16 на 10. Он вообще жестоко гнобит Шторма. Если бы он ещё бездарно не отдался вначале, то всё было бы ещё лучше у него. Вот, они ещё пытаются забрать солостом. А лост у нас... А, фурион. Вот. Пока шестой левел. Ещё чуть-чуть вот этих хрипов до шестого левела Шторму. Флаской отхилиался Шторм. Ну. Чё-то хп, по-моему, слишком много занимается на экране. Вот я полуопуска зелёного. Ну да, как-то можно было порациональнее использовать место. Так она могла вообще не браться. Нафига мне. Ну, в принципе, да. Ну, и Миране тяжело против этого мансера в соло. Так, здесь приходит Ганг, окружает Ху, но он деревья срубает и поэтому убегает спокойно. Здесь там издалека аппарейшн фиганул, но не попал, как-то он туда стрельнул. Ну и никого не убили, ребятки. Ну, ничего. Там заделал одного. Мог бы там попробовать застанить. С лордер. Так, хвост. Здесь хвосту помогал Дэнди, поэтому там чуть отпушили вина мансера. Ну, вина мансер действительно хорош на линии, благодаря я бы. Все к фигне. Сапог, купленный в Оперейшн, то он пока его себе не принёс. Попей какой-то странный в женском чипце каком-то. Так, поставил в очередной вард для того, чтобы хорошо гангать. Нету, видимо, у него крипа, поэтому он не пошёл добивать дранерку. А, ну, рядом просто никого нет. Да, лицо у Мили Крипов тоже очень хорошо прорисовано. Они решили не тратить временно на сыр, ты... Плюхнуть две точки, вот те глаза. Да-да-да, капюшон, чернота и две точки, и нормально. Чё париться? Так, Кентавр здесь пришёл. Ну, хвост побежал на базу. Ну, большой минус, да, большой. После лолоть плохо в доте то, что ты это... Ну, не можешь нажать B и оказаться на базе через какое-то время. Это, конечно, достаёт. Так, чё там по крипам 27 у хвоста. Чё-то вообще не фармят. 35 только у шторма, а остальные вообще слабо фармят. Ну, их пока загнули. Вот, если 35 у виномайсера, он сдох три раза. Толк-то ему от этих 35. Ну, да, конечно, нету. У этого, у шторма плащик, только там ботинок. Здесь в Лешрака также ботинок, самый первый. Один вард. Много монстров у Попея. Сейчас он придёт чё-нибудь гангать. Попей у нас 6-й уже. 7-7-7. Заморозка на шторма. Ну, шторму тяжело против аппарейшн-то, я не знаю. Сейчас вообще тяжело следить за всем происходящим. То есть, вот, например, я левел так вообще плохо видно. То есть, там на оранжевом... Туда белый, на оранжевом не лучшее сочетание. Зачем-то артстайл рискнуло. Вот так вот получил издалека молотки. Зачем-то винтрайлерка очистила путь. Артстайл, ну, артстайл вообще наглеет. Куда он пошёл? Пошёл куда-то вообще на пересурсе. А, он заставил врагов бежать за собой, чтобы туда ворвался его Попей. Сейчас убили... А, нет, ещё не убили этого даже. Пришёл сюда Лост, он телепортнулся. Сейчас убьют шторма. Маны нету шторма, значит, это смерть стопроцентная. А где это? Он пытается телепортироваться. Попей ставил на базу. Шторм спасается, да, спокойно. Никто его не преследует. Преследует зачем-то всяких Свенов. У Свена и так денег нет, его преследовать смысла не было. Это ошибка. Надо было добивать шторма. Потому что шторм фармер, и он потеряет какое-то количество средств. Но они решают пушить вместе с двумя кентаврами. В принципе, это тоже неплохо, но... Счёт 1-6. Вполне уверенно. Да, опа, почти попал Дэндик у нас со своей ультой. Но почти не считается. Фортифай используют ребятки. То есть, глиб из первой доты. И вот здесь какие-то зубры. Не, ну, явно видно, что на графике сэкономили. Просто нету хороших дизайнеров. Понятно, если они такие призовые делают, то... Вот пока нету ни одного героя, реально хорошо прорисованного. Ну, Тайт Хантер с телёнком. С телёнком, что ли? Ну, не знаю. Ни одного здания. Только деревья более-менее симпатичные и то. Так, нормально, артстайл застанил, прилетел сюда лост. Лост всегда оказывается там, где надо. Этот парень умеет оценивать обстановку по всей карте, хорошо соображает, и поэтому ему дали именно такого героя. Какой левел-то у него? А, ну, хотя бы, ну, седьмой лошадка сейчас ему что-то даст. А, нет, лошадка вражеская, наоборот, он дал лошадке по башке. А, вот, шестой левел лоста, у него пока два ассиста, семь крипов, но надо... Ну, лост саппорт ему, главное, деревья, более-менее кого-то окружать. Он и нафармит. А, па, здесь стрела какая-то, вот совсем ненужная стрела, потому что хорошо контролировала обстановку у нас. Ну, не надо кидать во врага стрелу, когда он маневрирует, потому что он напряжён. Надо, когда люди расслаблены. Сейчас катапультус сломают. Майк, она не покажет этого. Любимый момент мы не показали. Ну, короче, мне уже надоело комментировать этот дот-два, так что давайте на я сейчас быстро выиграют. И я свалю кушать борщик. Там же скоро на работу надо собираться. Да, мама больше сварила, я пошёл назвать. Так, ну, не знаю, что, пассивная сейчас стадия игры, сейчас надо всем ману отрегенить ласту, купить что-нибудь там на свои награбленные деньги. Так, а мы, кстати, не посмотрели, кто там еще-то у нас. Вот это, что за чё-то, ПКД не забыл. Забрать вместе со штабом. С таким мячом неплохим. Интересно, когда он ульт врубает. Опа, ласт сюда приходит. Дэнди один забрал одного из оппонентов, и сейчас почти забрал второго. Ну, всё-таки носит он с собой тангу. Ну, как раз вот последний танг, как раз он и съел деревья, окружающие его. Но, по крайней мере, оперейшн просто мог этот ласт наперёд кинуть. Ну да, мог бы, да, наперёд кинуть свои деревья, чтобы их пришлось обходить, потому что одной-то... Да нет, телепортнуться даже можно было. А, ну да, чтобы несколько лишних ударов нанести. Но это сложно, это мы сейчас, вот, умная мысля приходит опосля, а ему там... О, прикольно, что камни с башни Лалу падают. Конечно, она прорисована плохо. Зачем такой сильный огонь на башне? Это вопрос, конечно. Что там? Какие-то... Этот огненный бог Моранов сидит, что ли? Так, руны иллюзий на Лешраке. Кентавры какие-то... Забрала башню. Кентавры очень красиво бегают. Вы видите, что они как-то... Вообще уродство какое-то. Три кентавра. Это отличное пополнение в армии синтов. Так, хвост здесь ломает все-таки Виномансера вместе с помощью лоста. Кончились у Виномансера полежки. Забирают здесь все-таки хвоста. Отличный дальний стрелой от Виндранерки. Свен бежит, но здесь еще и хуху. То есть много... Ой, убили, убили хвоста. Да. Наконец-то кинуть до тебя. Кентавры такие втроем бегают. Видео дошло, наконец-таки до тебя. Нет, ну тут что, против Фариона надо обязательно носить топорик, чтобы жрать деревья. Один раз вас убьют. Точнее, один раз вас не убьют благодаря топорику, и уже он окупится. К тому же топорик можно продать, пойти. Ну, хотя, ну, когда у вас уже 5 золотов будет, вы топорик продадите. Так, что там по мобам? 59 у хвоста, 44 у Дэндика, 47 у Айс Айс Айса. Это кто? Виномансер. Да. Ну, то есть... Четыре смерти его как-то вообще... Ну, не знаю, неаккуратно, что ли. Но он пушится своими змейками, поэтому часто находится у вражеской башни, и он не носит танги, и не носит топорик, поэтому его убивают. Вот, окружение у Фариона слишком долго для того, чтобы выжить. Ну да, туда можно и стрелу запулить, и там... Да, не, самое-самое, да, стрелу, но самое клевое, когда Виндранерка приковывает, связка Виндранерка Фарион, когда Фарион... О, они сейчас в разных командах. Да, я сначала подумал, что в одной, но потом понял, что нет. Гендавры такие прибежали, убежали. Да, но если сейчас отвлечься от всего происходящего, я подумаю, что это Хон. Чего? Ну, на Хон играл? Да, играл. Я тоже. Ну, я в бету чуть поиграл. Сейчас уже. Ну, потом даже после бета там взял, у чувака сыграл по раз. Ну, мне не очень меня впечатляет. 9-2 счет, затишь, я опять-таки некая, но Na'Vi выигрывают по башням. Сколько они там? Две таврки сломали. Виндомайтер Фидер. Какую зеленую фигню купил. А, зеленая фигня, это Танги, наверное, все-таки. Фиг знает. Вот там должно быть количество. Ну, да. Опа, закрыл он здесь, прикольно, закрыл. Это листочки с ягодками. С какими-то. То есть, ешь ягодки и восстанови их ЭП. Ха-ха-ха. 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 Вот, Na'Vi пока доминирует. Опа, Na'Vi кидая, ой, то есть, хвост кидает дальнюю стрелу, но что-то она какая-то слишком дальняя, на что он наделся, я не знаю. Он просто же не долетал до туда. До нужного места. А, ну хотя, если бы через вот эту вот область пошли ребятки, то стрела бы в них впилилась. Ну да, через, через несколько секунд. Ну там прошел Нордстайл. Он там вроде на хосте, ну, на своем скидке. Так, здесь три Гентавра, пробежали в Айсайсайсе и три стана. И конец, одним словом, на мансеру. Ну, деревья плюс масса станов и все, до свидания. Здесь еще змеек ломают, получают один из голды за каждого. Лост призывает много всяких деревянных ребяток, не знаю зачем, потому что башен уже особо дальше нету. Ну да, последней башни точно не дойдет. А здесь приходит виндрайнерка, который будет получать деньги за этих вот, за эти поленья. Ну, он, наверное, с ними пойдет лес защищать. Так, Попей бегает с своими кентаврами. Одну точку он оставил Лосту, если тот решит подформить. Здесь бегает Артстайл без определенной цели. Ну, сейчас здесь трое ребят ждут кого-то. Чего-то лагает, говорят, Тацкий вообще у тебя. Да? У тебя там-то вообще нормально у тебя показывают. Да. Блин, удаляйте мат. Смотреть, Вадим, вообще нереально. Ну, блин, запарили. Сейчас сам посмотрю. О, да. Да, реально невозможные лаги. Хотя нет, нормально все. Народ, у меня нормально, наверное, это дело, ну, точнее, не наверное, а точно. А Джастин лагает у большего числа людей, чем Огни, то он сейчас не работает. К сожалению, ни у кого. Поэтому, ну, можете посмотреть эту фигню в записи. Либо, если вам сейчас прям хочется часто, слушайте наши комменты о видео оттуда, если кто-то прям сейчас мечтает посмотреть это дело. Ну, я думаю, много народу посмотрит потом в записи. Да, да. Заценят доту-2. Здесь змейки очень много змейк. Заранее поставили. Что-то они вообще такие толстые. Они очень много места занимают и не позволяют пройти к башне. Здесь деревья от ласта. Это что, пайп? Не знаю. Вряд ли бы они успели бы на пайп нафармить. Или просто мека. Наверное, мека. Топор на силу у панды. Она хочет собрать БКБ. Ворваться в Чена, там убить его. Единственное, наверное, кого у нас можно забрать за время БКБ. Ну, или Фуриона. Слардар вон с вангуардом, с ботинком загрыженным. Панда такая забавная вообще. Тоже лицо, клевые. Глаза и все. Это не пина уже не панда. Это какой-то мужик. Ну да. Испортили. Шторм панда стала каким-то странным усатым мужиком. С двумя, опять-таки, дырками вместе глаз. Мирана с каким-то намеком на прорисовку. Типа... А, подожди, как это? Mortal Kombat это звали, что-то? Рейден. Так я тебе сказал, Рейден, блин. О, дальняя стрела вайсайсайса попала. Это значит, что он сдохнет. Отличный стан от Лешрака в Кентавру, чтобы они не успели застанить. Но все равно, естественно, за такой долгий стан забирают парня. Здесь лост, просто чтобы ребята не выпендривались, ставят елки. Артстайл убегает. Но башня жива, тем не менее. Сейчас лост вызвал полено свое. Ну ты мне тоже, получается, рассказываешь. Я так уже после этого смотрю, что действительно так и было. Страшный свен, не менее страшный лишь рак. И так не, ну по крайней мере, дефить очень хорошо могут команды с цифер. Ну да, со змейками. Тем более, виномантер всегда оказывается там, где надо. Ну только не в случае, когда его убивают, а в плане дефа. Что он старает мастер. То тоже винранерка, лишь рак. Они могут отдыхить любое количество народу. Ну да, винранерка. Ну сейчас лишь рак хорошо застанет, он даже, может быть, спас бы своего виномантера. Но не судьба против пенеры. Да, ЛХП у них вообще маловато. Ой, полено какой-то рогатиной бьет мужик какой-то. Причем странный какой-то рогатиной. Ну ладно. Так, дейлики. И как-то странно вообще бьет там, знаешь, без замах. 92 моба у хвоста, нормально. 72 и 73 у виномантера и шторма. И 73 у винранерки. Ну по фарму более-менее ребятки пытаются что-то сделать. Но примерно одинаковый суммарный фарм. Да нет. Лучше-то получше у нари. Опа. Этот чувак с этим спалкой-то, кто? А, это тролльпаде? А, ну и пауза, конечно, да. Опа, поэтому я сказал, опа. На 100 крипов остановилась Мирана. Ну, видимо, 100 крипов больше до 2 не выдерживает. Там сразу дикие лаги начинаются все дела. 100 крипов и все сломалось. Ай-яй-яй. Мы с тобой уже не знаю, сколько времени-то, часа 4 пойдем? ХЗ. Вторую игру смотрим. Можно было за это время закомментировать какую-нибудь старую, хардкорную игру, там, с Жоу, с тремя рапирами. 110 минут. Такие 110, там, 330 можно было. Нет, 330, конечно, что жесть. Вот. Это жесть, да. А, в принципе, ничего. Голос еще более-менее говорит. Я еще себя... Просто вы, мне кажется, такие уже унылые. Ну, это да, конечно, унылые. Ну, мы же не майкеры, это майкер, может, там, по 6 часов комментировать. Я, нет, я пас. Я, к тому же, себя еще берегу под МТОЛ-экстрим-мастер, потому что, конечно, другие стримеры тоже будут комментировать, но мне какое-то время придется. Ну, народ, приходите нам, смотрите за трансляцией МИЕМа, сегодня-завтра. Вот. Тыкайте на кнопку Google Plus 1, тыкайте на баннер, читайте про настолки. А, у нас гейм из пауз, приколь. Почитаю ваш коммент. Забань чувака. Забань чувака, да, странно, откуда они берутся, блин, еще, ключ в контакт. Удалить. Вот это вот клево, что удаляется комментарий за последнюю неделю, правда, иногда это проглючивает. Что я делаю? А, да, вот все удалились, прикольно. В одну кнопку. Что они сделали со штурмом? Ну, что сделали, как черни какую-то. У меня работает Omnid. А, ну, может быть, Omnid починили, но сейчас переходить с Omnid на Джастин в процессе, конечно, смысла нет. Гейм из пауз, хон херня. Ну, хон, чё? Плюс хон, не знаю, плюс хона в том, что там сайленсер клево кричит противным голосом, сайленс, когда всех сайленсер, а так больше нет, прикол. Не, в хоне прикольная система реплеев, вот, вот в это, вот в это единственный плюс хона в том, что там можно загружать какую угодно минуту назад, вперед мотать. То есть, даже в Старкрафте 2 вы же не можете переключаться по реплею на то место, которое вы еще не просмотрели. О, он паузен. Прикол. Ой, вообще жесть. Видно, что чуваки... Чуваки за миллион просто борются, поэтому они даже... Да, и терпят это. Блин, да вы нафиг, я лучше домой пойду. Ну, а с нафиг, пацаны, я пошел. Да, если было бы хотя бы 500 тысяч... Не, ну, там же миллион за первое место, а дальше тоже норм, там, 250 за второе. Ну, да, там, до топ-8 все можно. То есть, обиженным не уйдешь оттуда, учитывая, что 16 команд и топ-8. То есть, те же Na'Vi тоже там 100% получат какие-нибудь бабосики. Ну, да. Ну, там, наверное, этот... Там же, наверное, на группу по 4 человека, а выходит, наверное, 2 команды. То есть, сразу топ-8 и определиться после группового этапа. То есть, там уже все будут довольны. То есть, да, все, кто группового этапа. Все менеджеры уже с баблами. Ну, там менеджеры-то что? Нет, ну, организации, команды, естественно, там от 10 до 50% подает. У кого? Вот там, на этого, на Денди. Фиг, это, мол, пигачки. Блин, сколько змейк он ставит? Главное, что змейки очень много места занимает. Очень много. Парктивные. Да, некрасивые. Так, врывается вперед артстайл, но его встанет. Там шейкер, ой, то есть, не шейкер, это ли шаг сверху встанет. И поэтому, куда он пропал. А, куда он пропал. А, его этот, Попей на базу телепорту. Чем? Да, да, чем-то. Оп. Нет, это бак, просто его выкинуло. Докачок, спокойно, такое может быть. И он с телепортом, свеженький, отдохнувший. С югов возвращается. И до следующей приковки от Финдранерки. Готов ломать лица. Ну, там, блин, стан за станом, стирка за стиркой. Приходит сюда хвост. Хвостай. Ну, давай, хвост. Фиганин, стрелой. Так, хвост сюда телепортнулся. Можно было чуть похоже, блин. Хвост. Хвост, хвост и осел, козел. И здесь этот решает ломать Рошана. Очень много вызванной фигни. Здесь часть вызванной фигни на разведку отправится, часть еще куда-то. Очень симпатичный Рошан. Страшно. Страшный монстр. Да, действительно, он похож. С гнездор. А, так в хоне такой же, абсолютно нет? Да. Не знаю. В хоне очень похож. Так, здесь лост врывается вперед. Это серьезная ошибка. Его станет стрела от хвоста. Хвост врывается в толпу. У него есть манта. Он ее почему-то не юзает. Видимо. Потому что у него все-таки нет манты. Айсайсайса заморозили. Сейчас его будут убивать. Но все-таки Дэнди отсюда валит. Как может. Почему-то показывает только что. Неопытные комментаторы сидят за мышкой. Потому что показывает только одну сцену. Почему-то не переключаясь на другие. Джих-то облетают. Хвост стреляет с ужасающей скоростью. Но телепортируется шторм. И не оглушить его никак. А, нет. Оглушили. Все-таки стрела была. И все. Минус шторм. Не смог он телепортироваться. Даблкил от хвоста. Первый килл его, к сожалению, не показали. Ну, неопытные чуваки. Тыкают мышкой. Ну, либо просто им очень интересен. Изулетка. Подожди, Рошана не забрали? Не, Рошана не забрали. А вот сейчас будет его брать. А, ну, ты сам должен повесить с понижением брони. Да, с понижением брони Рошан забирается, как видите, очень быстро. Фёрдстайл бежит дальше. 11-й левел у него. Летающий осел. Топор на силу у него. Какая-то красная непонятная фигня. 1700 хп. На Тараску собирают. Но это красная фигня и Джинни Орп и не Мессершмитт. У него слишком мало хп для этого всего дела. Так, это молнии от Лишракада. У меня только сейчас дошло. Так, Папея обходит. Папея обходит сейчас захватит Савиного Медведя. Не, ну, кстати, вот это вот частично плагиат. Потому что фактически вот все вот эти крипы, все это делает и же Близзардами делалось. Все модельки. Ну, модельки сейчас, конечно, переделан. Но вот сама Савиный Медведь, это же вот вове появилась. Ну, в Варкрафте эта тема. И вове потом. То есть, плагиат есть, я считаю. Веномастер это зерк. Ну да, Веномастер это зерк и Старкрафт, ну и так далее. Гидролиск. Артстайл врывается в толпу под Тавр, под четверых. И они почему-то его не станут друг за другом, а вполне могли. То есть, застанил Свен, подошла в дочную позицию. А нет, сейчас, кстати, Веномастер это креветка какая-то. Ну, вообще какой-то урод, не знаю, змейки страшные. Башня здесь спокойно ломает, нави в своем стиле, то есть, ломает много тавров, получает преимущество. Хвост врывается в толпу, юзает манту, расстреливает Айсайса. Ну и все, все остальные отошли, его бросили. Ну, понятно, что он встрял, чувак. Получил там стану. Ну, он очень долго жил, видимо, он все-таки там Гуард собрал. Шторм улетел наверх от греха подальше. Кто-то там, какой-то призрак. А, это, наверное, иллюзия. А, это хуху вообще спасается. Так, Артсайл за ним побегал, но минус один, минус таврка, это уже хороший задел на победу. Серьезное, серьезно по тавркам выигрывают у нас. О, Артсайл встрял. Там стан. То есть, все. А, у Артсайла была Игис, поэтому ему, в принципе, плевать. Какая-то странная переразина. Такая сильная, тоже рыба. Не знаю, вот на самом деле, это вот доточка. Два. То есть, что, графика, не сказать, чтобы лучше. О, прилетел хвост, кинул стрелу издалека. И расстреливает он с Вена. Сейчас так же ляжет у нас шторм. Не знаю, почему же со шторма он не начал. Ну и с преимуществом сейчас они пойдут сюда ламывать. Ну да, что-то наивно так они подумали, что убьют Артсайла второй раз подряд. Да, это вряд ли. Это тяжеловат будет. Артсайл ты бьешь максимум один раз подряд. Здесь он забирает массу монстров, чтобы их монстры до сюда дошли. И ребятки сломали Тауэрк. Ну, Артсайл, естественно, Тауэрк танковать не будет. Подождет мужиков с дубинками. И уже вместе с ними будет ломать строение. То есть, если вы присмотритесь и посмотрите на миникарту, то с коржи сломали одну Тауэрк у Асинты, сейчас доламывают шестую. Сверху-то они сломали, да, тоже. Да. Ну да, остается только на хайграунде. Вот. И как-то так. Ну, пока еще не было таких игр примерно равных. То есть, он сколько посмотрел, одна из команд с жесткой доминирует. Ну и, к счастью, всегда это наши с вами соотечественники, россияне, украинцы и неизвестно, как затесавшийся туда эстонец. Ну, понятно, что известно. И так, и не сыпь, а спайс, это Шига Хиггс. Чего у Слардара-то крутого? Слардар, наверное, дофигище денег, сколько там монет у него? 150. Для тебя, думаю, он Тараску купил. Ну, не Тараску по кабану, наверное. У него же топорная сила. Ну, если там есть, а Огро. Огро Акс. Ну да, может БКБ. Ну, не сломал на пучке. Так, а, Виномайсер только Ванглард купил. Странно, а что он так долго под фокусом жил? Так, ну, попей здесь. Разбирается своим вызванным монстром. Артстайл стоит на месте, видимо, какой-то лак был. Ну, он оклемался. Здесь Виномайсер опять загадил своими змейками. Ребята собираются уйти в долгую оборону. Ну, что-то да, вот Виномайсер противно. Наставляет. Не, ну что, тут простой выбор, надо пропушить две стороны. Ну, начать пушить две стороны. Ну да, там должен этот артстайл, ой, это артстайл, лост с одной стороны. Ну да, а потом лост присоединится к остальным. Ну, тут минус такое, что штор может вылететь из-за леса, из-за гор и захватить человека. Там масса станов и так далее, и вы останетесь в меньшинстве, и вынуждены будете отступать. Не, ну, в принципе, в СООО убить. Вот, у вас там, может, и не убьет, если это... Не, козел в жилетке, это вообще такой бред, так доставляет. Что за идиотизм? Козел в жилетке? Ну да, ну да, там у него видел лицо, вообще такой... Там это вы делаете в варкрафте был посимпатичнее, мужик. Я говорю, здесь большинство моделей варики и симпатичнее, что-то и дело, в чем понт-дот-2. Так, козлы танкуют их, молниями лишь рак пытается атаковать. Что-то... Вот, накинулись вроде на барашню, по пенали барашню. Дебафы какие-то появились, но родились монстры. Хотел попей, спасти козла в жилетке, но, к сожалению, он сдох, а жилетка порвалась. Сейчас снова еще одна молния от лишрака. Что-то я не видел. Рейнджет Крэп. Так, ну что здесь? Какой-то Чеви здесь огребает неплохо. Это Шторм, что ли? Да, Шторм пытается улететь, но все-таки ложится. Непонятно, почему раньше он не начал улетать. Здесь также забирает веномайсера, очень хороший, а так спит у хвоста. Он, видимо, уже себе бабочку купил. Да, у него бабочка. То есть Яша, бабочка и сапог, отличный изотар. То есть сингапурцы вышли из-под таврки и сдохли. Да, вот выманили их, короче. Да, юзает лос деревья, вызывает из них энтов. Ну что, они терпели-терпели под тавром, потом вышли и отдались. Зачем было терпеть? Тут либо было терпеть еще 10 минут. Либо просто ГГБ. О, прикольное, опять-таки здание, опять чудеса. Валовская архитектура. Вот, кстати, вы посмотрели мы с одной стороны, какие бараки у нас. Теперь посмотрели, какие с другой. Ну тут надо подумать даже, какие еще страшнее. В принципе. Ну тут готика явная. Да не знаю. Мастера готики. Криворукость какая-то явная, по-моему. Так, ну, минус сторона, это, конечно, плохо. Стрела. Вот, виндрайнерки. Ну, что-то уныло. Улетает лост. Видимо, подфармить там какой-нибудь важный артефакт. 2600 у него, то есть, он там какой-нибудь Хекс соберет в процессе. Вызывает своих хентов. Так, что там у Дэнди денег мало. Ну, хвост просто нереально перефармлен и всех расстреливает. Сколько там? Ну, 103 мотов. Я тебе говорю, что вот этой брюнеточки не хватало тогда, мимам. Они взяли какой-то дроу рейнджер. Ну, Антон, профессиональный пикер, он выбирает героев. Я же все знал. По цветам волос выбирает героев. Очень интересная стратегия. 9-1-4 счет у хвоста. 11 ассистов у хвоста. Не зря он ест свой хлеб. Там сколько-то, что-то 5000 долларов, по-моему, за его трансфер заплатили. М5. Ну, хвост тебя хорошо оправдал. Ласту, ну, нужно сильное, плюс 4. Опа, артстайла здесь ловят. И убьют. Прилетает сюда шарик от Дэндика. Пытается артстайл спастись как-то. Вон, видимо, заюзал БКБ. Наперед летит шторм. И артстайл в другое место прилетает. Хвост попадает станом. И снова в самый нужный момент у нас пауза. Действительно. А почему бы не запаузить игру? Подумали, ребята, их уху в итоге ложится. Артстайл спасается. Хвост расстреливает всем. На последнюю ману улетает у нас шторм. Артстайл в этот момент раздает неплохо. Его подхилял Чен. И так, застанили здесь. А, нет, телепортируется, точнее, у нас шторм. Виндранерка, скорее всего, ляжет. Даль ложится. Виндранерка, в нее еще стрела для уверенности прилетела. Ну, все. Даблкил от артстайла. В итоге его убили в пятером. Так и не убили. Это означает, что джи-джи сдаются парни из Сингапура. You can't live. Что? Не знаю, что you can't live. Ну, доломайте уже эти страшные джи-джи. Типа, что знаешь, да, надо, чтобы это, типа, правилами турнира, там, не до конца была вот эта схема победы, может, написано. Это ты прочитал или предполагаешь? Да нет, предположил, потому что очень много вот таких нюансов бывает. Ну, может быть, ну, неважно. Ну, просто смотрите, как вам в турнире с таким правилом Na'Vi может реализовать свой потенциал. Вы знаете, как они любят ломать фонтан? То есть, в игре против... А, нет, ЦМ-ки, чтобы ломать фонтан. Да, 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 нет, ЦМ-ки. Но в игре против кого-то они фонтан-то сломали, но их противники ливнули. Это не так интересно ломать фонтан, когда еще противники наблюдают за этим. Да, почему-то я заметил, Ops всегда кликает на виндранерку, когда она стреляет. Типа показать ченнелинг, отображается. Сколько тебе еще фигачит. Ну, и ломается какая-то странная вещь, которая своему родстве может сравниться с деревом. Вот в хоне прикольно, там, короче, когда дерево убиваешь, там же этот, типа там, разлом в земле и скелетики оттуда выходят. А тут просто, знаешь, пып и все. Ну, это такая вот игра, максимальное количество свете смертей в Дэнди, но он зафейлил в начале, ну и так далее. Ну, а так-то вообще просто жесткий овнейдж. Отличная игра от Na'Vi, они молодцы. Да, единственное, что могло порадовать сегодня, это то, что победили N'Vi, победили Na'Vi. Мы за них рады. Кое-как сгладила нашу, это, унылость доты. Что-то там, суку на аудиторию дает зачем-то, если у нас есть свой... Шторм похож на Амуму, Рошанно, чё как-то. Так, Blizzard действительно могут на Esfrog'а подать в суд, так они уже подали. Но, судя по тому, что Дота 2 все еще зарегистрированная торговая марка, то их спор не увенчался успехом. Так, кто стрим сейчас комментит? Антон. Не, это Вадим. Не может быть. Я так помогаю. Базы дикие. Лучше подождать Близзов, да, лучше играть, лучше не играть, лучше народ. Ездите на природу, гуляйте с друзьями, нафиг эти Дота 2. Ой, да, сегодня что-то Дота 2 убило полдня. Да. У меня, по крайней мере. Ну, у меня тоже, как подсказывает капитан. Ну, чё, зачитываю последний комментарий, обновлю страницу, может мне не отображается. Завтра ведь продолжение будет, да? Да, фиг знает, уже чё тут комментировать, по-моему, нет. Уже всё посмотрели, то, чтобы было интересно. Да, в финал можно глянуть, конечно. Да, или наших, как наши играть будут. Не, ну, не знаю. Ну, конечно, наши тоже более-менее, но всё-таки великие стратеги в лице Папеи и Артстайла. А, кстати, фотки с Дота 2 есть. Первые. Прикольно. Там они в каких-то стеклянных этих шкафах играют. Где? Где ты это нашёл? О, айс, айс, айс. Показали фотку айс, айс, айс. Он вообще унылый. Это на своём риме, что ли? На реномайсере 0,0. Ой, 0,8. Нет, слышь, где фотки? Чё? Фотки запили. Блин, 4 часа мы уже с тобой сидим. А, на мидгейме. Угу. Ой, блин, сейчас этот мазила откроется. А на видах не в шкафу. На ви из дома играли. Вае. Не, во. Гейп не вел, это поди какой-нибудь создатель, да. Блин, надо было у нас тоже галерейку запилить. Куроку. Унылый куроку. Может проиграл, да? Ну, Гогенеджи слили, наверное. А, ну да. Огнирвана и какие-то ребятки. А где Пашка? Пайкат, вон Пайкат белобрыцый сидит. Ой, какая-то фигня у меня играет. Выруби эту фигню. Я лучше мазилу вырубил, короче. Угу. Так, ну ладно, короче, народ, пора прощаться. Такая вот неинтересная получилась игра. Ну, ничего. Это Дота 2, да. Унылый турнир. То, что хотели узнать, мы его узнали, да. Да, мы вас познакомили с этой игрой, так что играйте дальше в лол, либо забивайте на игры, идите в реальную жизнь, но тем не менее, не играйте пока в эту страшненькую доточку 2. Да, если вы играли в лол, попробуйте реальную жизнь, это тоже иногда классно бывает. Нет, даже многие из наших слушателей реал лайферы, ну, надеюсь, по крайней мере. Ну, ладно, в принципе, пора прощаться. Ну, давай. Да, давайте, народ. Всем пока.